Снегопада не заставили себя ждать Обрушила ни погода, ни малое количество снега на городские улицы На дороги большие и маленькие В связи с вышеизложенным не могли мы не пригласить в студию человека Под чьим началом работают люди, убирающие снег, в частности в городе Директор дорожно-строительного учреждения у нас Максим Олегович Безгодов Здравствуйте Добрый день, добрый вечер Добрый вечер В начале года вы были у нас, и вот ближе к концу года Пятница началась для вашего предприятия и для вас лично, я думаю, с критики На аппаратном совещании сегодня выволочку, можно сказать, получил главный инженер Юрий Михайлович Ревин, главный инженер ДСУ Давайте посмотрим, как это было Когда вы уберете всю колейность в городе, которая есть на дорогах Эти межосевые валы, спуски подъема должны соответствовать требованиям достаточным В общем, должны комфортно передвигаться автомобили по дорогам без аварийной Когда вот эта ситуация, в общем, в какое время вы наведете порядок Нужна помощь дополнительно вам вызывать кого-то, привлекать Или вы считаете это достаточно Мы вот не считаем, мне много жалоб Я вижу, сам езжу по дороге, что не совсем все так, как надо Упустили ситуацию Прошу усилить работу, не сбавлять темпа в этом отношении И, в общем-то, привести в соответствие с нормативами, с ГОСТами все дороги Максим Олегович, ну вот, когда вы доведете порядок Я думаю, на этот вопрос мы будем отвечать, да, в процессе, по программе В течение программы А вот то, что упустили ситуацию, согласны вы с этим? Ну, я не согласен с тем, что мы упустили ситуацию Критика, конечно, конструктивная Мы ее принимаем Но дело в том, что, если посмотреть, с прошлой пятницы, то есть снегопад шел три дня За три дня выпала большая месячная норма осадков То есть мы делали мониторинг, на 16 число выпало 22,6 мм При норме 21 То есть еще у нас 17-18 число добавили Поэтому я считаю, ну, дороги в проезжем состоянии Вообще цель и задача ДСУ – это не допустить транспортного коллапса То есть, чтобы все транспортные артерии у нас были в проезжем состоянии И он допущен не был, да Через пару минут продолжу разговор с нашим гостем Вам, уважаемые телезрители, я предлагаю присоединяться, принять активное участие 35-55-00 Вопрос у нас, довольны ли вы к качествам уборки дорог от снега Если у вас есть вопросы к нашему гостю, к человеку, который за это отвечает Вы сможете их ему задать, звонить Качество уборки снега у нас в городе? Да Да, честно говоря, не очень Особенно во дворах И машины заметают, конечно, сильно у нас Ну и дороги не очень-то Пешеходные дорожки тоже Ой, вы зайдите вот на Ленинградскую и посмотрите, ну вообще никак Ну вообще не убирают И самое интересное, что трамваи буксуют Вот снег выпал, и никак У нас, по крайней мере, нормально Я даже сегодня ездила, вчера ездила в сад И там довольно-таки хорошо было почищено Вы знаете, я вообще-то в поселке Западном живу, там прекрасно убирают, уже убрано Не везде убирают, конечно Вот в основных этих вот дорогах убирают А в кварталах там очень плохо Снег Ну Ну а что еще сказать Ну убирают потихоньку Дворники помогают, молодцы Так-то вообще бы не пройдешь Ну вообще убирают каждый день Ну вот эти вот кучи бы увезли А так дороги расчищают Вот каждую ночь я вот вижу, все расчищают Да вроде пока неплохо Я даже вот сейчас съехала с района, сейчас скажу, где трест, магнитострой Вот там тоже, видно, что трактора прошли, все убрали Плохо! Вы пройдите по кварталам, пройти нельзя Я иду с внучкой, с внуком иду по колену Он падает, как медвежонок, а я вместе с ним Вы еще спрашиваете качество Где оно? Даже вот оно, где оно качество? Не пройти! Не проехать! И прошел, значит, прочистили Задираешь ногу и ползешь, чтобы перейти Да? Это качество Никуда не годное В общем, выяснили мы, да, вопрос посмотрели Что так больше все-таки людей, которые говорят, что удовлетворительно Ну сейчас, видимо, когда все-таки так интенсивно начали убирать снег А вот последняя наша горожанка говорит, никуда не годное качество уборки Согласны вы с этим? Ну, нам есть куда стремиться Даже есть конкретный адрес, вот Ленинградская сказали, как там работы ведутся? Дело в том, что во время снегопада Ленинградскую мы уже один раз убирали Она стоит у нас во второй очереди уборки И Ленинградская у нас будет убираться завтра в ночь То есть, за счет того, что там очень много припаркованных автомобилей Такую улицу приходится убирать в два-три подхода То есть, ну, проблема именно в стоящих автомобилях Сколько снегоуборочной техники способны выходить сейчас на дороге города? Может быть, скажете, какая техника была приобретена вот к этой зиме? У нас в сутки выходит в среднем где-то 89 единиц снегоуборочной техники К началу этого сезона не приобреталось ничего То есть, первоочередная задача, я считаю, что нужно всю имеющуюся технику загрузить на 100% То есть, мы пришли к этому сменность, то есть, добавилось финансирование в этом году И мы смогли обеспечить именно и работать уже без всяких авралов, без всего То есть, у нас есть дежурные бригады, обеспечена сменность То есть, это и водители, и механизаторы, и дорожные рабочие У нас сейчас в круглые сутки убирают круглосуточно и остановки, и пешеходные переходы Поэтому, ну, есть куда совершенствоваться То есть, мы не останавливаемся на достигнутом Стараемся развиваться Да, где убирают в первую очередь То есть, вот пишут в комментариях люди там на одном из информационных сайтов Что всего три улицы, как в деревне, а вот, в общем, порядка-то Ну, есть очерезность очистки Дело в том, что в первую очередь, естественно, убираются улицы Это с большой пропускной способностью То есть, это наши транспортные артерии Это Ленина, Карломар, Советская, Поперечные улицы крупные Это Труда, Завинягина, Советская армия, Грязнова, Московская В первую очередь, также попадают выезда в город То есть, город не должен быть отрезанный И попадают в мостовые переходы То есть, мостовые переходы Почему? Потому что Это особый источник опасности То есть, они и подвержены промерзанию И образованию гололеда Наледи Даже в плюс два может наледь образоваться Поэтому они обрабатываются, естественно, в первую очередь Вы уже два раза обмолвились о том, что мешают уборке припаркованные автомобили Так ли это, насколько эта проблема действительно большая? Это серьезная проблема Мы в этом году начали устанавливать знаки Четные и нечетные стороны Они приносят свои результаты И жители, которые оставляют машины на магистралях Уже привыкли И довольно-таки серьезно нам помогают То есть, это проспект Ленина От вокзальной до Первомайской мы установили Ну, бывает, одна-две машины стоят Уже не так критично Это улица Зеленый Лог И я думаю, эту практику мы будем продолжать Потому что, ну, удобно Удобно, и люди понимают Есть категория граждан, которые увидели, что улица почищена Они перестали машину на чистую сторону И можно уже эти балконы, так называемые, поджать, убрать, вывезти Факсим Олегович, на самом деле Существует опасность, да, что дорожная техника может и зацепить автомобиль Вообще случалось такое, нет? Случалось Ну, по аварийности у нас в 2015 году пошло снижение на 24% Связано с тем, что нам удалось остановить текучесть кадров То есть, прошел набор в связи с такой сложной экономической ситуацией в России То есть, люди стремятся к стабильности Муниципальное бюджетное учреждение Хоть зарплата не настолько большая, там, с крупными предприятиями Ну, это стабильность, я так понимаю Аварийность, да, и работа круглый год Люди, гарантированно Потому что это как-то связано с аварийностью? Ну, еще человек меняется на тяжелой технике, там, на грейдере, к примеру, 2-3 человека А вы имеете в виду, что засыпали за рулем, что ли, или что, перерабатывали? Нет, зачем? Идет, человек нашел место где-то получше Где-то его не устроила зарплату Он отработал 2 месяца Развернулся, ушел Приходится другого брать, обучать Потому что, ну, город есть город А вообще, достаточно ли работников? Ну, я так понимаю, достаточно Потому что Юрий Михайлович, по-моему, на совещании озвучивал цифру Сколько принято было еще в этом году? У нас штат увеличился по сравнению с прошлым годом на 167 человек То есть, в первую очередь, мы обеспечили именно высококвалифицированными специалистами Это водители, механизаторы То есть, тяжелую технику мы обеспечили полностью Ну, и техника у вас была приобретена Вообще, кстати, перемены были хорошие Действительно, это так Летом и с вашим приходом Ближе к концу прошлого года И особенно с приходом нового главы Города Господина Бахметьева Как-то улучшилось Работать стало видно, что мусора меньше стало Больше народу убирают в городе И, может быть, технология как-то изменилась? Поменяли как-то систему работы? Это вот касается как раз летнего периода Да, конечно, поменяли Поменяли подход Стали больше ездить Ориентироваться уже на другие города То есть, все равно нужно развиваться Идти вперед, применять новые технологии И Виталий Викторович очень хорошо поддерживает И с экономической точки зрения У него подход такого антикризисного руководителя То есть, всю старую технику нужно менять на новую, эффективную И когда приходишь к нему Если смог доказать, что новая техника Она уже ушла по технологии вперед То есть, вот мы приобрели мусоровоз Для примера Мы смогли приостановить 4 самосвала То есть, они высвободились Мы переставили на другой вид работы Сейчас снег возим Свалки возили Поэтому, ну, конструктивный такой диалог получается И интересная работа Я так понимаю, с учетом износа техники Это не так сложно и доказывать, что нужно ее менять На самом деле так У вас, наверное, парка достаточно Да, парк 190 единиц техники Ну и, конечно, они были приобретены еще в советское время Возрастной, вообще-то Начиная от 30 лет и до 6 О том, как в эти дни работает дорожно-строительное учреждение в городе Через несколько секунд расскажет нам в своем сюжете наш корреспондент Елена Тимофеева Я напоминаю, мы ждем от вас звонков С ответом на вопрос, довольны ли вы качеством уборки дорог от снега Звоните в прямой эфир 3555-00 И задавайте свои вопросы нашему гостю Максиму Олеговичу Безгодову После обильного снегопада ожидай на улицах специализированную технику Примета эта в Магнитогорске работает на 100% Расчистка города работниками дорожного специализированного учреждения Началась в соответствии с традиционной схемой В первую очередь снег убирается с центральных магистралей На сегодняшний день у нас в день работает порядка 50-55 единиц В ночь 30-35 В круглосуточном режиме работают 7 грейдеров, 12 тракторных щеток Грубо говоря, плюс техника по вывозу снега с улиц города В этом году работникам ДСУ повезло не только с обильностью осадков За неделю выпала почти двухмесячная норма Но и с погодой в целом На дворе за минус 20 и ветер Работать лопатами при очистке пешеходных тротуаров Хочешь не хочешь, а приходится без остановки Работаем, согреваемся Собранный снег вывозится на специализированные полигоны У ДСУ таковых четыре Препятствий в ходе очистки улиц от снежных накатов Говорят дорожники немало Редкий автолюбитель, оставляя машину на обочине Задумывается о том, а не помешает ли она грейдеру Мешается автотранспорт припаркованных вдоль дорог Приходится по несколько раз возвращаться на эти улицы Хотелось бы обратиться, чтобы убирали свой транспорт Оказывается, действие Помимо дорог и пешеходных тротуаров Техника и дворники ДСУ трудятся в Магиттогорских скверах Машинисту Александру повезло Во времечко уборки города от снега ему всегда тепло Трактор лучше, чем с лопаты на улице Кто на что учился В теплые гаражи техника дорожного специализированного учреждения Вернется не скоро По словам сотрудников, двухмесячная норма осадков требует в два раза больше машин, чем имеется После уборки снега на улицах Магиттогорска и в его скверах Экскаваторы, грейдеры и грузовики отправятся в поселки Продолжаем Магнитогорское времячика В гостях у нас Максим Олегович Безгодов Возглавляющий дорожно-строительное учреждение У вас, друзья, спрашиваем сегодня Довольны ли вы качеством уборки дорог от снега? 3555-00 телефон наш Звоните Продолжаем разговор с гостем Очень много жалоб было в последние дни на гололед на остановочных комплексах Есть такая проблема? К вам такие жалобы поступают? И как идет работа? Расскажите У нас жалобы есть, поступают Сами мониторим ситуацию Подсыпаем У нас 8 комбинированных дорожных машин дежурит И в дневную, ночную смену, то есть круглосуточно И остановочные комплексы Во-первых, очищаем вручную То есть места ожидания, места посадки А сами карманы после очистки Обязательно обрабатываются не менее двух раз в сутки Песксоляной смесью Ну а что, не везде успевают, что ли? Или как? Почему так получается? Ну, интенсивность Мы учли это, составили график И там, где накаты То есть интенсивность движения автобусов и машинных такси больше Ну, сейчас начали С двух до четырех увеличили кратность посыпки Хорошо Вообще, стало ли меньше жалоб от населения на работу учреждения? Ну, таковые есть, вы говорите И с чем это связано? Больше их стало, меньше? Мониторинг есть такой? Да, мы... Дело в том, что и в прямом эфире Вот в январе месяце объявляли телефон Наша диспетчерская Давайте еще раз скажем 20,79,87 20,79,87 Да Мы стали принимать порядка 60-70 звонков в сутки В этот сезон, в этом году Где-то порядка 20-25 То есть количество уменьшилось в два раза, в три даже Ну, вот вы знаете, и у нас тоже практически к нулю Может быть, это показатель Наша работа Наверное, наверное Вам стоит на это надеяться Это точно, что это показатель вашей работы По какому графику производится очистка от снега межквартальных проездов? И тоже с какими препятствиями приходится при этом сталкиваться? Межквартальные проезды у нас стоят в четвертой очереди очистки То есть мы дойдем до них Сейчас очистим основные магистрали, потом местные проезды Потом пойдем Ой, извиняюсь, в третью очереди очистки Пойдем на межквартальные И поселки, это у нас четвертая очередь Поэтому Также у нас там Очень много припаркованных автомобилей И, наверное, в летний период Стоит решать вопрос Именно с организацией парковочных мест Ой, стоит Он уже назрел То есть парк автомобилей города Магнитогорска Растет с каждым годом Довольны ли вы качеством уборки дорог от снега, друзья? 35 55 00 Звоните В гостях у нас Максим Олегович Безгодов Директор Дорожно-строительного учреждения Магнитогорска и Времчика в прямом эфире Продолжаем разговор с нашим гостем Максимом Олеговичем Безгодовым Директором Дорожно-строительного учреждения Не могли мы его не пригласить Можно сказать, что, наверное, на следующей неделе было бы уже и поздно Все в порядке Я сегодня еду Все эти межосин, как это называется Вот эти вот, когда навалили Тут намерзло между полосами Все сейчас соскрипается, убирается В общем, тоже, конечно, затрудняет это движение Звоните, друзья 35 55 00 Успеем еще принять ваш звонок Если есть он у вас И не раз в народную программу Обращались жители городских поселков Тяжинского, Димитрова, Крылова Может быть, расскажете, да, как там будет организовано Вы сказали, четвертую очередь То есть, это как бы последняя очередь Я так понимаю, туда зайдет техника Как работали в прошлую зиму С чем пришлось столкнуться Где лучше, где хуже Может быть, там, вопрос сотрудничества С председателями ТОСов Или как? Отработана схема? Как работаете? По прошлому году То есть, по сезону 14-15 года Вопрос этот мы отработали С районными администрациями С председателями КТОС С квартальными Сама технология очистки-то не изменилась Дело в том, что мы сталкиваемся С большой проблемой Очень много незарегистрированных сетей Проходит на улицах поселков То есть, это поливные водоводы И где-то газовые ковера Которые, ну, мы не видим просто-напросто И очень много было проблем Проблемные у нас поселки Это поселок Крылова Когда мы ставим технику Наш механизатор начинает убирать И происходит повреждение Поливных водоводов вот этих Потом мы половина лета Их ремонтируем Ремонтируем Поэтому вопрос этот решили кардинально То есть, на каждом поселке Есть квартальные, есть старшие улицы Он обращается в администрацию своего района Заказывается техника Мы предоставляем И председатель именно квартального Вот этого сообщества Сам показывает, где у них расположены Там бордюрные камни Где можно чистить, где нельзя чистить И в 2015 году мы не повредили ни одного Ни водопровода, ни колодцы Ни ковера газовые Поэтому те, кто своевременно обращается Претензий и проблем с поселками у нас нет Ну и вот нынче Что значит четвертая очередь? Это ведь там же тоже снега полно сейчас уже И когда? Сроки какие-то существуют? Или по... Ну, по нормативам Мы должны убрать в течение 72 часов Городские магистрали После окончания снегопада То есть, ну вот завтра, допустим Ну, снег пошел у нас Вот мы сейчас заходили в студию Опять пошел снежок Завтра мы ожидаем уже оттепель Все прогнозы смотрели Такого не было на моей памяти Чтобы после 20 градусов Резко потепление до плюсовых температур Ну, посмотрим, будем убирать Пожелаем вам в этом всяческих успехов Максим Олегович Спасибо, что к нам пришли На наши вопросы отвечал Максим Олегович Безгодов Директор муниципального бюджетного учреждения Дорожно-строительного учреждения города Магнитогорска В вашем нелегком труде Наведение чистоты и порядка в городе Успехов вам всяческих Спасибо вам за визит Вызывает опасения Почему-то звонков не... Как раз не вызывает опасения Все нормально, значит, все хорошо С вами, уважаемые телезрители Я прощаюсь до понедельника В гостях у нас будет на этот раз Директор Маггортранса Егор Тимофеев Не пропустите Но сейчас еще одна информация Обратите на него внимание Может быть, вам понадобится ручка и блокнот Чтобы записать номер телефона Если захотите по нему позвонить Не тяните Те, кого сейчас вам покажут Могут просто заберзнуть Хотя будет потепление Всего вам доброго Хотелось бы обратиться к седоводам Которые берут щенков на дачный сезон И потом оставляют их там Пожалуйста, просьба огромная Не бросайте животных на верную гибель Стерилизуйте домашних животных Хотелось бы просто Обратиться гражданам С этой большой проблемой Которая связана не с животными А связана с самими людьми Которые бросают животных Может быть, он увидит Вот этих бездома Если у кого-то, может быть, йогнет в сердце И кто-то решит себе взять То можно звонить по этому По телефону указанному Будем рады помочь И пристроить бездома шейф Субтитры создавал DimaTorzok